Уникальный и единственный в своем роде центр Олеся отметил на этой неделе юбилей. Уже четверть века его педагоги занимаются реабилитацией детей с ДЦП и другими нарушениями развития. 25 лет срок большой, но только сейчас центру удалось расширить возможности. Муниципалитет нашел новое помещение, чего не могли сделать раньше. Об уникальном реабилитационном центре Александра Медведенко. Поворачиваем, ручку поворачиваем и эту ручку поворачиваем. Людмила Васильевна учит, казалось бы, элементарному, но пользоваться ножницами ее воспитанникам очень сложно. Урок – часть большого курса реабилитации. С таких простых движений и маленьких шагов начинается путь к самостоятельной жизни. Дети приходят очень несамостоятельно. Их нужно научить одеваться, раздеваться, пользоваться туалетом, накрывать на стол, может быть, готовить какие-то бутерброды для себя, но чтобы в отсутствии мамы ребенок мог себя обслужить. Людмила Васильевна помогает особенным детям со дня основания реабилитационного центра. В этом году Олесе 25 лет. На юбилей собрали воспитанников и их родителей. В центр Олеси у меня ходит старший ребенок. Ему 4 года с центром, мы знакомы уже 3 года. Поэтому давно знаем и очень любим этот центр. Ребенок ходит с удовольствием. Сейчас мы участвуем в программе «Вперед за здоровьем» проект. Ребенок сейчас начал плавать в бассейне. Результаты работы центра реабилитации – достижение детей. К примеру, несколько лет назад маленькая Саша даже из дома не выходила. А сегодня в платье принцессы улыбается и подходит не только к маме. Она была как домашняя, что она ни с кем не контактировала. А сейчас она спокойна, без истерик ходит и со всеми общается. Центр Олеси нам дает многое, что даже в школе нам не дают. Потому что мы как здесь общение с детьми, здесь профессиональные преподаватели. Крупновы – одна из 500 семей, дети из которых за год проходят реабилитацию в центре Олеся. За 25 лет центр из простого родительского сообщества вырос до учреждения регионального значения. Только места теперь мало. Педагогам негде размахнуться. Даже специалисты у нас могут заниматься по два специалиста в одном кабинете. То есть в одном кабинете свое занятие проводит и дефектолог, и логопед. В какой-то степени это может дезорганизовать ребенка на занятии, отвлечь его от того вида деятельности, которым он занимается. И приходится переключать его на более легкий вид деятельности, чтобы сохранить концентрацию внимания и работоспособность ребенка. Раньше здесь, на первом этаже общежития, находился детский сад. Сюда водили детей со всего микрорайона. Теперь же здесь находятся 10 комнат для реабилитации ребятишек со всей Новосибирской области. Центр Олеся постоянно затапливают с верхних этажей, а лечебное оборудование находится прямо здесь, в коридоре. Сейчас здесь реабилитацию проходит 30 детей. И это катастрофически мало. Для особенных детей нужно особенное обособленное помещение. И такое будет. Муниципалитет отдал центру Олеся здание бывшего детского дома в Дзержинском районе. Сейчас его реконструируют. Планируют, что уже летом сюда переедут педагоги и другие специалисты по реабилитации. Но это промежуточный этап, надеется бессменный руководитель центра. Уже давно есть проект целого комплекса. Город даже землю выделил, а федеральный центр обещал деньги. В нем можно будет одновременно, одномоментно работать, принимать почти 500 семей. То есть, представляете, 1200-1300 человек. А самое главное, все необходимое от реабилитации до социально-трудовых мастерских, все в едином реабилитационном пространстве. Практически три учреждения. То есть, центр реабилитации детей и подростков, центр службы ранней помощи и центр социально-трудовой адаптации, которого у нас в городе нет. А пока новый дом для Олеси в Дзержинском районе – это уже шаг к новым возможностям для реабилитации. Значит, особенные дети будут гораздо быстрее адаптироваться и преодолевать недуги. Александра Медведенко, Евгений Макаров, Данил Смирнов, Олег Кролевец. Новосибирская неделя.